Музыка Всем привет! Долго видео не уходил по той причине, что я студент я учился, работал и поэтому были тут некоторые проблемы но за это время я смог себе купить аппаратуру новую аппаратура эта будет ставиться на лося и на будущие мои модели потому что у меня уже появляется множество моделей и появляется множество пультур это как Т-40, Спектрум ДХ2Л который идет с лосем потом от башера аппаратура появилась то есть появляются аппаратуры и начинает уже подбеживать немного поэтому я купил себе Спектрум, дешевый спектрум четырехканальный поэтому приступим к распаковке в комплекте у нас идет вот в такой красивой упаковке Спектрум приходит вот так вот хорошо упакован то есть он на стяжках, хорошо закрепленный вот, эта комплектация идет дорогая то есть эта комплектация у нас с гироскопом то есть здесь приемник СР-4-210 с АВИК стабилизацией то есть это от Спектрума гироскоп так, сейчас я за скальпелем и надо раздеть потому что все здесь прям массивненько так, прям надежненько закреплено чтобы во время дороги никуда ничего не делать так, что у нас в комплекте в комплекте у нас инструкция так вот инструкция нам полностью так, тут английский, немецкий, французский, итальянский язык ну русский, ну хорошо что на английском, толстый и наклеечка в Спектрум вещь полезная сейчас я за скальпелем и открываю так, скальпель здесь не по можно вести за кусачками так, сейчас он бегал кусачки не нашел, нашел бы так, у нас опять темная коробка, наверное, здесь сейчас посмотрим, что вообще здесь так, здесь у нас ручки какие-то одно толще, другое толще это видимо для себя выбирать большую рукоятку и две палочки, прям видно зачем две? не знаю реально, ничем две хорошо, ладно так, дальше сейчас как-то здесь перережем все так, приемничек четырехканальный с длиннейшей антеной СР-4210 САВИК, то есть с гироскопом так в дальнейшем, может быть, поставим какую-нибудь 2WD-6 очень надежно шпагаты здесь нехилые так все вытащили коробку в сторону еще еще коробочка ух ты как же приятно держать так все у нас тут уже на колечках опа так значит спектру VX4C такая легенькая большая протруя металечка приятная резиновая так тут триммеры надо, короче, включать и разбираться там батарейка так в комплекцию у нас входит 4 батарейки сейчас вставим и будем разбираться настройками теперь сравним ее с другими аппаратурами по размеру у нас вот эта всем знакомая F-40 HPA с великим колесиком так и вот есть еще спектру DX-2A у аппаратуры DX-4C форм корпус такая же как аппаратура спектру DX-2E то есть здесь все форма корпуса только здесь триммеры у 2L и здесь еще какие-то настройки у меня такой аппаратуры не было я вот знаю у друга брал она такая же только там идет пластиковое еще колесико и более ну она более дешевая поэтому более нещебродская ну вот что касается вот если сравнивать со спектром DX-2L DX-2L пониже будет так вот потом колесико поменьше сам курок тоже он меньше то есть куда вот пальцы большие не пролазят зимой в перчатке очень сложно управлять а у DX-4C как раз вот колесико побольше оно то есть размером так вот и сам курок тоже побольше и более приятный идет ход чем у DX-2L ну а про DX-40 то говорить ну это совсем другой ход он более тугой здесь более как-то приятный мягенький здесь тугой и короткий ход очень здесь длинный мягенький ход для аппаратуры спектра ну и колесико более приятнее и у спектра хотя у DX-40 она менее вот более хотя оно больше здесь здесь больше приятно потому что колесик самый больше так сейчас перейдем тогда к подробностям настройки теперь перейдем более подробно к настройкам этой аппаратуры кнопка включения находится внизу то есть мы нажимаем и загорается вот такой оранжевый светодиодик на экране мы видим вольтаж батареи которая у нас батареи которая у нас вставлена в аппаратуру таймер название модели и номер модели и триммеры которые у нас настроены вот по нажатию на центральную кнопку мы переходим в меню и листая вниз мы уже переходим дальше по меню то есть здесь мы например модель выбираем модель то есть здесь вот можно на двадцатую модель то есть у этой аппаратуры памп на двадцать моделей то есть например вот я вот сейчас уже сейчас вбил в нее это свою первую модель это лось который шорт у меня и бага BZR222 так выйдем дальше реверсы реверсы газа руля то есть и двух каналов потому что аппаратура у нас четырех каналов то есть на каждый канал мы имеем реверсы также далее мы имеем это расходы на руль то есть сейчас на руль на газ и на два ну то есть на второй то есть на третий четвертый канал нашей аппаратуры нашего приемника экспоненты то есть тоже на все каналы настраиваются бинды бинды это вот сюда вот нажимаем то есть втыкаем в приемник палочку перемычку и нажимаем бинды и наша аппаратура обращаю на внимание то есть вот с этой аппаратуры она идет с гироскопом приемники с гироскопом обвинются немного другим способом то есть первое вы вставляете палочку в приемник потом вы приходите в этот меню и нажимаете кнопку то есть бинды включаете сам приемник то есть регулятор у вас на вашей модели потом после того как приемник перестает мигать то есть он когда он биндится он перестает мигать вы нажимаете полный газ потом полный тормоз руль вправо руль влево после этого действия ваш приемник мигнет один раз и погаснет после этого вы выключаете регулятор ваш на модели вашей и включаете его и ваша аппаратура с вашим приемником то есть вот такой способ настройки крайних точек так значит далее саптрим это вы настраиваете центральное положение либо руля либо газову то есть у меня например центральное положение на сервере то есть я ее криво так поставил и поэтому за счет аппаратуры я ее выровнял что еще вот здесь то есть вы здесь настраиваете а уже под настройку саму точечную настройку делаете уже вот этими триммерами которые у вас над колесом их 4 штук то есть сейчас расскажу дальше таймер это вы нас так сейчас туда пролетел таймер когда у вас например девайс модель и вы примерно знаете насколько вам хватает вы там ставите время например 3 минуты там 5 минут и она у вас начинает после этого пилика и предупреждает о том что у вас там мало уже топлива и модели то есть прямо вот здесь вот листаете прям курсор то есть наверно прям вплотить какую-то букву нажимаете и вот меняете название так дальше свитч свитч это настройка каждой из кнопок то есть какая кнопка за что отвечает то есть например я вот эти первые две а и б так называем то есть это а б ц д и вот е здесь кнопка вот она вот нижняя настраивается отдельно то есть я вот это взял под триммеры это под гироскоп то есть это на руль это на газ гироскоп сейчас объясню как будет еще работать гироскоп то есть гироскоп здесь работает не только на руль но он еще на газ он газ не вырубает но он уменьшает расходы сервы от того насколько вы зажали газ вот в чем еще приятный плюс этого гироскопа то есть я вот сейчас перейду то есть вот с сервы вот настроиться гироскоп работает в процентах то есть вы там например хотели там у вас вот в пятьдесят процент у вас будет гироскоп пробуется хотели там в сто но это очень он чувствительным становится там буквально прям сервы вот так вот прям дрожит все ну и соответственно на газ то есть когда вот вы нажимаете там на газ приемник немного подрубает вам крайние точки сервы и удобнее станет то есть если вы повернете прям направо в максимум сервы может в полный газ там чуть-чуть буквально то есть это очень будет удобно новичку на самом деле если вы очень хорошо умеете управлять модель гироскоп вам не нужен то есть нужно чувствовать модель и так без гироскопа но я так брал чтобы посмотреть что это такое и понять потому что до этого пользовался обычным гирскопом который просто втыкается из приемника между сервой между приемником и сервером но они такие немного идиотские там сложно их настраивать так значит дальше у нас кнопка системы то есть это настройка то есть можно приветствие написать какое-то ну нету стандартное это называется это спектрум вот и можно строить отсечку то есть когда она у вас начнет пищать предупреждая о том что у вас уже плохо заряжены аккумуляторы настройки яркости то есть здесь вот от 0 до 30 то есть сейчас можно спустить вот уже на 8 она прям бледно уже не видно еще ну я сделал поярче чтобы было удобно но что настройка пищание то есть пищалку можно сделать тихой вот low или вообще ее выключить но так как я использую на улице бываю с ДВС обычно надо погромче язык то есть язык она поддерживает английский так сейчас английский немецкий французский а итальянский вот по английским чтобы было мне проще вот дальше дальше копию сброс всех настроек это настройка стабилизатора миссинг это когда вы используете например на лодках или еще на каких-то других моделях это чтобы там калибровать каждый уже отдельный и объединять каналы собственно аппаратура очень простая то есть буквально мы имеем одно простое меню в котором проще просто ориентироваться настраивать то есть триммеры я вот здесь настраивал здесь вот тоже все вот эту кнопку можно легко настроить но это нужно посидеть разобрав с инструкцией потому что инструкцию нужно обязательно прочитать я когда первый раз настраивал я немного не разобрался поэтому у меня там были некоторые проблемы так что читайте инструкцию внимательней ну а так аппаратура довольно простая в обслуживании простая довольно это бюджетная аппаратура спектрумская хоть сейчас перед нынешним курсом она уже за десятку скоро приблизится так если по скидке брать то можно где-нибудь купить потому что аппаратура реально хорошая если вы рассматриваете покупку данной аппаратуры берите не думайте гироскоп не особо нужен то есть берите лучше без гироскопа аппаратуру смысл гироскопа в приемник я не вижу смысла вообще на этом все ставьте лайки подписывайтесь и ждите новых видео